И сегодня у нас в гостях организатор международного фестиваля фейерверков «Звездопад-2018» Алексей Столяров. Здравствуйте! Здравствуйте! Алексей, ну и для начала напомните, в какой раз уже, в какой год уже проходит этот замечательный фестиваль и как он в целом выглядит? Вдруг кто не знает? Ну, в этом году фестиваль состоится уже восьмой раз на аэродроме «Южный». Ну, в том году проводили на аэродроме и в этом году. Площадка позволяет собрать большое количество людей. В этом году планируется, что будет более 12 тысяч человек. Но главная цель что? Показать огромное количество фейерверков красивых? Ну, у нас много целей. Помимо фейерверков мы позиционируем Смоленскую область как туристический регион, развиваем событийный туризм. Я участвую во многих форумах туристических, мы занимаем там первые места. Ну, естественно, развиваем фейерверочное искусство в России. То есть к нам уже туристы на этот фестиваль приезжают из других городов, так? Ну, вообще по статистике посещаемость на фестивале Смоленска и Смоленской области – это 50-60%. А более 40% – это приезжие из других регионов. В том числе процентов, ну, 20, наверное, из Москвы, это в районе 2000 человек. Так как у нас фестиваль международный, то, ну, там друзья… Белорусцы, наверное, приезжают. Да, Беларусь. В этом, кстати, году участвует белорусская команда в конкурсе. О, тогда давайте, раз мы про участников уже затронули тему, расскажите, сколько их, откуда они? Ну, мы уже второй год делаем фестиваль международный, но он помогает компанию «Люнард» собрать международных гостей. В этом году у нас будет 5 команд, 2 команды участвуют не в конкурсе, а одна команда вне конкурсе – это мы, как организаторы, откроем фестиваль. И «Гранд Фейерверк» завершит команда «Татарстан», которая заняла в этом году первое место. А в конкурсе у нас участвовать будут 3 команды – это Белоруссия, Норвегия и Китай. Ой, классно, как Китай, интересно будет посмотреть, они же признанные мастера фейерверков. Ну да, причем у нас Китай, который будет участвовать, они из самого сердца, можно сказать, пиротехнического мира, из города Льюянг. Ну, там в свое время было около 400 заводов по производству пиротехники. Ой, ну я практически уверена, что они будут… Ну, посмотрим, у нас как там. А расскажите, какие вообще задачи стоят перед участниками, какие условия они должны обязательно… Ну, смотрите, в России на данный момент проходит в районе 10 фестивалей фейерверков, да, один из крупных в Москве, ну и у нас достаточно крупный фестиваль. Но наш фестиваль уникален тем, что в России это единственный фестиваль, в котором пиротехническое выступление вот уже второй год будет состоять из двух частей. Первая часть такая будет «Техническая минута», в этом году она называется «Гранатовая россыпь», где будет использован там гранатовый красный цвет, ну или там красный и белый цвет, где без музыки пиротехники покажут вот эту минуту в своем мастерстве, а потом уже будет музыкальная часть. То есть еще и под музыку должны в ритме пасть? Да, обязательно. У нас все салюты всегда под музыку, это в любом случае. А музыку сами участники выбирают или есть какая-то учащая? Нет, у нас, ну, все фестивали по-разному. Если кто-то тему задает, мы тему не задаем специально, чтобы у участников был полет фантазии, чтобы, ну, более красочные фейерверки получили, чтобы мы их в рамки не ставили. А рамки по масштабности тоже не ставите? Нет, рамки, ну, у нас же по безопасности мы все смотрим, да. У нас максимальный калибр 6 дюймов, то есть высота салюта у нас 150 метров, фронт 250 метров. Расстояние до зрителей в районе 300 метров. То есть в рамках этого можно все? Да, в рамках дозволенного, да. Расскажите, а каким составом приезжают участники? Вообще много человек нужно, чтобы свою команду отстоять, номер показать? Посмотрите, так как у нас, когда у нас выступали отечественные, ну, там, с России команды, то приезжала команда, там, 4 человека, и они сами стреляли. Так как у нас сейчас заграничные команды стреляют, и все это, если оформлять там, чтобы они приехали своим оборудованием, ну, это очень сложно, надо, ну, 2 года, да, потому что надо получать лицензию на воз и вывоз, поэтому у нас помогают самые крупные, ну, одни из крупных российских пиротехнических компаний. В этом году у нас пиротехнические спонсоры мероприятия, это компания «Леонард», город Москва, «Фейерверкмастер» город Москва и «Премьерсалют» город Москва, которые предоставляют изделия и, там, ну, техническую часть людей, которые будут помогать там на площадке. А участники всего, там, пару человек приезжают? Из Норвегии приедет 2 человека, из Китая приедет 3 человека, ну, Беларусь, они сами все приезжают, там, все команды, 5 человек. В большом составе мы приехали. Да, и 5 работают. Да, расскажите, а жюри кто и будут что оценивать? Жюри мы стараемся каждый год его сделать максимально независимым, максимально справедливым. В этом году, ну, у нас обязательно из пиротехников будут жюри и, ну, разные виды. Допустим, вот в этом году у нас будет председатель жюри, это организатор фестиваля фейерверка в городе Омске. А победители что получат? Победители, ну, как обычно, получат там дипломы. И мы в этом году, кстати, решили, обычно мы кубки дали, вместо кубков мы заказали у местных ювелиров, подали им такие ювелирные украшения. Первое место у нас будет там золотое, второе место позолоченное, и третье серебряное с пиропом, с настоящим пиротехническим камнем. Растет, растет престиж этого замечательного фестиваля. А скажите, как он менялся? Вот если посмотреть на первые года, как сейчас? Ну, смотрите, фестиваль, ну, то он сначала собирал там пять тысяч человек, ну, и так далее, все больше и больше. Вот в том году 10 собрал, в этом году 12, и вот уже последние там года три, наверное, если не соврать. У нас фестиваль проходит при поддержке губернатора Смоленской области Алексея Островского, поэтому престиж фестиваля растет, и большая административная поддержка в плане безопасности, ОВД, МЧС, там, скорой помощи и так далее, да, все это с администрацией оказывается. И плюс мероприятие мы сейчас вот уже второй год проводим в городе, и тоже благодаря этому оно стало более доступным, и раньше было 40 километров народа. Ну, плюс еще площадки мы развиваем на самом мероприятии. В том году впервые мы сделали город мастеров, который собрал около 40 мастеров с разных регионов, в основном, конечно, Смоленск, Смоленскую область, мы также были из Белоруссии, из Москвы. В этом году у нас уже там больше 60, ну, их, наверное, будет около 70 мастеров, которые предоставят свою продукцию. И в этом году мы объявили конкурс, ну, магазин фейерверков дяди Гриша, который вот организатор фестиваля, у нас символ дракона. И мы всем дали задание, чтобы они сделали дракона. Ну, кто-то из глины его сделает, кто-то там нарисует, кто-то вышлет, неважно, как он его сделает, и мы оценим эти работы. И за первое место мастеру тоже вручим памятный приз, там, грамоту. И этот дракон, возможно, в следующем году будет участвовать, ну, приз из него сделаем наш императивник. Здорово. Расскажите, а вообще для зрителей, как это будет, насколько интересно? Вы сказали, что площадок много. Весь ли день будут мероприятия, активности? Будет ли чем заняться родителям, детям? Что покушать? Попить? Мероприятие у нас начинается в 17.00, но вход открывается в 16.00, чтобы у нас толпа не была, ну, до 11 вечера. Много детских площадок, вход для детей до 12 лет бесплатный. Сейчас, кстати, мы в своей группе ВКонтакте делаем розыгрыш. Победителей у нас будет 100. Разыгрываются там 4 билета на мероприятие, 48 билетов на посещение батут бесплатно на 5 минут, и 48 сладких ват. Здорово. Надо заходить обязательно в вашу группу ВКонтакте, участвовать. Да, 100 победителей, все могут. Ну, покушать, попить будет что? Да, большая зона общепита, она у нас увеличивает, в этом году она еще будет побольше. Но у нас мероприятие строго безалкогольное, поэтому выпить там никакой не будет. Ну, в том году ее тоже не было. Ну, а шашлыки, пирожки, все будет. Да, национальные всякие кухни будут. Ну, и активности для детей, для взрослых, да, какие-то развлечения будут. Да, у нас еще там будет зона массажа бесплатная. Каждый желающий может сделать бесплатный массаж. Выставка, наверное, автомобилей, если получится, будет. Плюс у нас линия людей, которые проходят мимо самолетов, можно будет посмотреть на самолеты, которые присутствуют на аэродроме. Будет еще большая концертная программа, в этом году будет 4-5 групп. Алексей, ну, давайте еще раз проговорим про безопасность, потому что все-таки пиротехника, фестиваль. Как все устроено будет? Смотрите, да, согласование мы начинаем где-то еще в декабре. В марте, там, в апреле мы подтверждаем, пишем письма во все структуры. И увеличиваем постоянное количество и волонтеров, и в этом году ЧОП увеличили. Поэтому люди, которые будут пытаться пройти сквозь кусты, я не знаю, они все будут задержаны. И благодаря поддержке губернатора у нас очень много милиции и там всяких служб, так что там безопасность на высоком уровне. Скажите, а с парковкой будет где припарковаться? Парковка, ну, будет так же, как всегда, будет одна парковка платная, но она небольшая, в районе 200 мест, поэтому надо полежать заранее. И вдоль трассы, там, ну, там вот город мастеров, ну, с левой стороны. Там тоже, по-моему, 3-4 парковки, в районе 600-700 мест. У нас еще будет, ну, мы обычно делаем бесплатно автобусы с автовокзала. В этом году мы их тоже сделали, и любой желающий при наличии билета на фестиваль бесплатно доедет на мероприятие. Отправление в 16, 17, 18, 19, 20 часов в каждый час. О, классно! И обратно с 23.30 до 12.00 ночи тоже 5 автобусов, больших людей там разведутся. Еще раз повторите, где у нас будет локация, как добраться? Ну, мероприятие у нас состоится 4 августа, это будет в субботу, начало в 17.00, вход открываем в 16.00. Добраться можно на маршрутах, я сейчас не могу сказать, по-моему, 41, 11, ну, в интернете у нас вся эта информация есть. И с автовокзала при наличии билета бесплатно можно также на такси. И все это на аэродром Южный, да? Да, аэродром Южный, поселок Тихтинка, только вход там не на аэропорт, а именно на аэродром Деды Сав. Там будет большой плакат у нас висеть. Алексей, тогда в завершение нашей беседы пригласите всех на это замечательное мероприятие. Я приглашаю всех на мероприятие, приходите, у нас девиз «Все будет восхитительно». Еще хотел добавить, что мероприятие состоится в любую погоду, поэтому если будет дождь, берите с собой зонтики. И ничего не бойтесь, будет классно, будет на что посмотреть. Да, у нас там море позитивных эмоций, всегда люди, которые внутри мероприятия, там прямо ощущают эту позитивную атмосферу. Алексей, сами были, сами подтверждаем, что действительно так, приходите все. Спасибо, придем. Спасибо.